здравствуйте уважаемые любители шахмат меня зовут илья левитова на канале левитов чес приветствую подписчиков канала дорогие мои любименькие кто не подписан подписывайтесь тоже станете моими дорогими любименькими и напрямую движемся к 100 тысячам подписчиков ну друзья что могу сказать канал у нас конечно достаточно серьезный обучающие видео александ халифман шиманов крамник ты дубов не помощи и так далее иногда конечно хочется просто немножко посмеяться и на самом деле он скажу что атмосфера любого и даже и в особенности кстати элитного шахматного турнира эта атмосфера очень легкая атмосфера очень приятная сфера в которой люди чувствуют себя достаточно комфортно и раскрываются по-разному продолжаю смотреть шахматные мемасики шахматные видео разные сегодня наверное более они будут развлекательного характера составляла у нас видео вся наша команда подбирал этот плейлист я его не видел я не знаю что в этом плейлисте вот сейчас открою и начнем вместе с вами смотреть какие-то приколы я буду в меру своих шахматных знаний и способностей что-то комментировать может быть что-то интересное для вас рассказывать поехали шахматные мемы шахматные эмоции серия номер два и первым блюдом что у нас тут идет это я видел это немножко другое видео видел но это невероятное что-то абсолютно потому что дорогие друзья ну просто посмотрите это посмотрим на него до конца гений хороший турнир у них получился молодцы завидно 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 дорогие друзья венгерский гроссмейстер петер леко который в 2004 году играл матч на первенство мира с владимиром крамником и на соплях владимир борис сделал ничью петер долгие годы входил в элиту мировых шахмат великолепный гроссмейстер очень такой суховатый стиль немножко но в общении он очень открытые куча разных историй элитный шахматист который стал элитным комментатором сейчас но петер такой вот он да веселый но в общении вот представить себе что петер лека сможет вот так вот так зажигать на танцполе это друзья абсолютно разрыв шаблона еще и просто потому что он по моему он не пьет насколько я понял там из общения с людьми которые его его современного неплохо знают я последний раз видел его перед первым матчем яна с магнусом еще соответственно там каких-то там бородатых годах это поразительное совершенно видео но так немножко встрепенула шахматную общественность что человек может элитный гроссмейстер элитный комментатор сейчас все главные соревнования в мире на час коме комментирует еще и танцует хорошо от сволочи найджел шорт начал шоу карри каспаровым играет конечно прибежал как на 100 метров с каким видом он уходит что ему не понравилось шефу что не понравилось торчной тоже не понял виктор львович тоже не понял да как это странно если бы увидел это видео но прикольно танец коней янчик с до конца 3 пошел ферру джи с ним на на турнире в бейконзе может быть намекает таким образом что может быть мы с тобой сейчас тоже танец коней исполним в классической партии уже не на чемпионате мира по блицу а в классической партии но это ладно это в общем а надо произнести слова шевенинген что кстати по-русски очень просто шевенинген а по-английски хрен произнесешь а нежгири так видит максу длу а это вот такой это конец на авто саторов прогнананда видит максу длу и ваню кукеш о голландцы правильно это произойдут это название голландской чего там города деть деревни села я не знаю но ты вот класса даже не близко даже не близко чемпион мира не дожидается окончании тарина он конечно но тяжело ему тяжело ему не публично такой человек очень замкнутый простой стеснительный мне кажется английского своего очень стесняется стесняется вообще выходить на люди конечно у нас надо максимально сейчас такой не публичный чемпион мира вообще от него не ждешь ничего абсолютно и конечно такой чемпион мира для шахмат это ну сами все понимаете так это что у нас сигма хикару накамуру где хикару хикару богатый человек а это робот которую который по моему сконструировал папа александр костенек константин костенек наша грещук это я не видел да так это как говорит мой сын за мандаринки схватит так мало не покажется и помните не помнишь и не помнишь и это вам с хиви нинген и не помнишь обучил обучил ячик произносить интервьюеры свою фамилию а это наш этот восьмилетний как его звать шагжиев рома шагжиев рома шагжиев парнишка хороший я удумал его пригласить на канал а потом узнаете ну 8 лет ребенку но хайповать на этом я видел что другие это делают ну как бы но не могу я мне кажется надо оставить его в покое дать ему как-то развиться до какого-то вменяемого состояния потому что в этом возрасте но что-то перенасытить чем-то и как-то повлиять можно на ребенка мне кажется очень испортить его что-то у меня такое вот ощущение как-то мне не хочется как-то в это в это влезать но когда как бы он окрепнет уже как юноша как шахматист я ему только желаю все естественно самого доброго приятный помощи парень такой молодым маленький ребенок еще совсем там всего на год старше моего сына играть на чемпионате мира по blitz у кого-то в игру там это для меня это вообще все немыслимо абсолютно поэтому дай бог чтобы не все было хорошо алексей 35 лет красмейстер тренер по шахматам директор шахматной школы алексей каким французским словом называется начало шахматной партии пас дебют не видел сложная училка задает такое видео есть посмотрите не буду вставлять но есть такой сложный вопрос как учитель так да это я видел гарри кимыч не пожал руку я ну пожалуй не пожал дубов арс арсам гири и что она решили не пожимать там видимо коронавирус да но это коронавирус на истории никто не знал как пожимать руки не будет позже пожать петр вениаминович это известная штука а это кстати вот очень известная такая неизвестность если такой очень драматичный эпизод это на тот момент секундант веселина топалова иван чапаринов в тоже вейконзей в 2008 году играет партию с найдзалом шортом и не пожимает ему руку чапаринов не пожимает шорту который там что-то палова в чем-то обвинял там или еще что-то я уж не помню там чем была причина этого помта палова обвинял и как как все мы и потом начал отказался по-моему играть эту партию если мы не пожили руки уже английский джентльмен найджел шорт в конце концов друзья и должны же быть какие-то традиции тоже шахматы мы же тут не в не в гандбол и не в бейсбол играем и партию помчат то ли переигрывали то ли поражением засчитали очень там какой-то скандал был на эту тему а это кто такие очаровательные дамы прагнананда такую руку решил не пожимать балаган между прочим сейчас какой-то ответственное лицо в международной федерации шахмата так прекрасный гроссмейстер виктор балаган корякин прагнананда гуке шаранян бум 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 и и и чего и худшее пожатие руки всех времен и народов худшее рукопожатие это смотрим победитель то эти люди маски не узнаю вам бомбом олег тиньков играет шахматы против олега тинькова лиц окей лиц окей я стыкло или я не стыкло ты сумасшедший он горит ты реально сумасшедший я говорю миш мне похуй я так чувствую я это не понимаю мне это не интерес от мне лично это не интересно за других сказать не могу да мне было страшно мне сделать это 48 часов как бы осознать вообще что происходит как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор до сих пор как-то не очень в это верю хары ну хары профили не прав не прав сомнительно ну окей сомнительно ну окей я ошибся я могу один раз ошибиться я если честно и обрадовался искал вот же суки вот получите ну как это то происходит я не понимаю у кого-то иначе у кого-то это не щелк круто да это круто лиц окей я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца я думал это просто что-то какая-то там ну знаешь круто да это ж круто затела ли это зря ну слушай в данном случае была машина времени наверное я бы это не делал ни хуя себе вы трогаете мою семью меня за что это что это такое и я это скажу это печально была моя идея когда все это началось я сразу понял что будет плохо я не высказаться не могу профили не прав не прав ну мы все умрем хочется умереть достойно и чтоб тебя всеми вспоминают интервью на моем и что это было пиздец как окей окей я заткнулся я отчет хоть я хотя бы чет предложил ну по богат какая разница вот какая разница я не хочу с этим говном жить просто хочу забыть и все понимаешь я не понимал я выживу не выживу попробую успеть причаститься и исповедоваться перед смертью да хорошая хорошая история так это кто у нас софия полга играется играет она в шахматы или что-то у виктор львович виктор львович корчной друзья чувствую чем-то недоволен виктор львович вы первый и последний раз выиграли у меня партию в шахматы извините сколько ему лет уже на это виктор львович конечно потрясающе совершенно характер меня больше поразил какой-то книги я прочел помню читал о нем что он курильщик страстный был курильщик и после поражений каких-то как он считал где он не проявил должным образом каких-то бойцовских волевых качеств или каких-то еще он заставлял себя не курить конечно потрясающий человек такой на сломе всех эпох талантище и работяга любил шахматы беззаветно совершенно влад качев кстати интересно о нем очень рассказал вот нашем эфире у нас есть на канале посмотрите мне кажется хороший очень эфир я как-то как-то почувствовал вот из из уст влада что собственно представлял из себя этот великий шахматист виктор львович корчной ну и конечно его его характер это притча притчи притчи приколы анекдоты истории много слышала его реакции на поражение да и на победы тоже выиграет долго много стримили если у вас планы продолжать это делать не сегодня завтра и не завтра вы когда-нибудь увольняли секунданта а почему вы спрашиваете спасибо я спрашиваете спасибо я кубок мира карлсон играет с ниджатом аббасовым ниджата нет а я не знаю как это все а 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 пепе пунг и это вообще просто можно Но его лучше смотреть в исполнении Даниэля Народицкого. У Народицкого Пепе Куэнко получается лучше, чем сам Пепе Куэнко. Говорят, шахматы скучно, да? Ах, посмотрите, что творит Пепе. Пепе Куэнко, это имя, фамилия или... Да, ну это я видел, конечно, не буду изображать, что я это не видел. Это Василий Михайлович с Джабавой играют в шашки. Награждение на чемпионате мира 2016 года по Рапиду и Блицу. Василий Михайлович там попал на пьедестал, чуть ли не турнир выиграл. Опа, прибежал. Да, выиграл турнир, чемпионат мира по быстрым шахматам. Медалька, медалька, все хорошо. Цветочечки. Понюхал хорошие цветы. Так, понюхал цветочки. Комбинацию. Придумал комбинацию в шашках. Вернулся с цветами. Продолжается партия. Ян такой молодой. И Ян такой молодой. Так, Василий Михайлович, это я не знаю, что... Давай, говорит, притворимся, что... Детский сад. Опа. Ловушка. Ловушка. Я чувствовал себя. Все посчитано. Я знаю этот ролик. Он говорит, Спаски говорит о Карпове. Что, говорит, люди не хотят изучать его характер, его внутренний как бы... Ну, не характер, а его как человека. А он, говорит, очень интересный человек. Как говорит, да, Борис Васильевич. Так, он говорит, такой... Первое впечатление произвёт очень скромное. Изображает его голос. Да, очень странное первое впечатление. Если кто-то увидит игроку чеса для первого раза и узнает, как красиво это будет... О, боже мой! Так, наша боделька! Оля! Давай! Почему она думает? Давай, сделай ему двигаться! Эй, поставь Куи в нижнем! Нет, не дурь, она так дурь! Да, она играет очень дурь. Но много времени для Блэк. Что такое? О, боже мой! Так, ну что, сейчас пошло шпати. Давай! Мы, ну, так много кусок! Нет, но так много кусок! Нет, это не возможно! Нет, я думаю, это просто... Ну, что они играют? Удают. Удают! Удают! Прибав! Что за бред! Хорошо, хоть улыбнулись! Шахматы это секс. Во время партии в шахматы женщина с мужчиной проживают весь спектр эмоций, которые происходят во время секса Игра происходит одинаково, страстно, напряженно, непредсказуемо, возбуждающе Иногда партия шахмат с партнером даст вам больше информации о нем, чем любое другое взаимодействие Не упускайте возможность расширить спектр Зачем мне это поставили? Вы что? Подстава какая Ну ладно Ага, Сэмэль Севиан, Ханс Ниман Кстати, а вот это очень интересная история Давайте посмотрим, что здесь произошло Да, берет короля Берет короля, что-то там ломает его, Сэм Говорит, поставь короля Кто ему говорит? Чего говорит? Пойдем выйдем Пойдем выйдем Пойдем выйдем Пойдем выйдем, тебе говорят Я до сих пор не могу понять, что произошло Если честно, вот если серьезно говорить, я до сих пор не могу понять, почему он схватил этого короля И что вообще он хотел всем этим сказать? Я вот не понял этого и не думаю, что это какое-то, ну, недоразумение или что-то Я вот не понимаю, что там произошло Я спрашивал знающих людей в американских шахматах Мне говорят, что да, что-то там такое случилось, а вот что? Так мне и не сказали Ну, это не похоже совершенно на поведение там Сэма Севиана, я его плохо знаю, но никогда такого не слышал, чтобы он проявлял какие-то странные, странные такие действия совершал В общем, это какая-то непонятная история Ну, ладно, посмеялись чуть-чуть, посмотрели, что надеюсь, вы вынесли отсюда из этого эфира что-то полезное для себя И, друзья, танцуйте как Лека, а иногда и ругайтесь как Виктор Корченов Иногда полезно после партии проявить какие-то эмоции Подписывайтесь, пожалуйста, на канал А я буду продолжать радовать вас Или не очень радовать, но стараться радовать вас веселыми видео Спасибо, всего доброго, до свидания